Гохарик, скажи всем опять-таки привет, наверное, потому что это будет продолжение влога, который я вчера поснимала вечером уже. Сегодня встала, с Гохариком позанималась, собрала здесь постель, и там собрала, и у Сурена в комнате собрала, и постирала, уже высушила, и Гохарик заснула, проснулась, поела, мама тоже покушала, и пока я кушаю, она должна чем-то заниматься, чтобы мне не мешать, и чтобы я тоже смогла кушать, сидя. Поэтому я даю ей руки хлеб, кусочек, сегодня еще дала сыр, и она, конечно же, больше половины выбрасывает на пол. Вот здесь тоже есть сыр, возьмем отсюда, Гогик, и я сейчас буду здесь полы почистить, я хочу полы почистить, поэтому подметаю и помою, но для начала я собрала вот такие большие кусочки и кормлю ворон. Наши вороны всегда сыты, благодаря Гохарику, да, Джан? Вон у меня стирка, бельё, как всегда здесь в раздании, ветер обматывает через эту проволоку. Джан! Видите, как меня зовут? Джан! Знаете, что это? Это упаковка от шоколадки, которая стала для Гогарика игрушкой! Хочу сказать, что вот эти цветы, все, там-там, везде цветы, их поливаем тогда, когда мы из дома хотим уходить, выходить, либо на прогулку, либо куда-то, на час, не меньше, потому что после поливки отсюда воняет сыростью, поэтому, когда у нас дома, когда мы дома не поливаем цветы, когда выходим, тогда поливаем цветы. Сейчас выключу и вот ставлю сюда, вот на эту стенку, а вороны уже знают, приходят и кушают. Вот, уже поставила. Она злится на меня. Чё, 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 чё? Ты говоришь, меня покажи, меня покажи. Показала, всё. Это тоже всё же выброшу. А, я уже забыла сказать, зачем у меня коляска здесь, чтобы она не выходила оттуда, когда я кушала, конечно. Сейчас она со мной выйдет, потому что надо уже за ней глаз да глаз. Она открывает все шкафы, двери открывает, закрывает. Это опасно. Сидите здесь изредка и смотрите. Это я буду чистить уже пылесосом. Я ещё вытащила эти. Скажи да, что я вытащила. Короче, подушки. Всё, мою их. Стирает. А кушала я паринч. Паринч. Это зерно. Пшеница, пшеница. Хочу обратить внимание на эту проблему ещё. Сегодня утром увидела, что пришли работники, уборщики. и убрались вот здесь, вот здесь, и здесь во дворе. Но после них, когда они ушли, я заметила, что они не убрались вот за гаражом. И вон там вот вся эта территория вся грязная, то есть засоренная. Поэтому, если кто-то меня смотрит, конечно же, я сомневаюсь, но вдруг. Если кто-то меня смотрит, то, пожалуйста, убедитесь и здесь. Потому что здесь очень ветрено, и этот ветер всё равно. А тут эти же пакеты, бумажки, всё принесёт сюда же. Получится, что у вас ваша работа не видна будет. То есть вы зря постарались почистить здесь. Вот. А людям, которые живут в Хараздании вообще, постарайтесь держать город в чистоте. Если вы покушали мороженое, не выбрасывайте эту бумажку на улице. На улице. В Степанакерте эту проблему уже давно решили. Надеюсь, здесь тоже решится. А ещё так обидно. Вот такая прекрасная погода уже неделю. И мы не можем выходить, потому что лифт не работает. Деньги вроде собрали. Сегодня должны были приехать починить. Но вроде не получилось. Не знаю. Потому что не слышно, как лифт работает. А когда лифт работает, у нас дома очень хорошо слышно. Вот. Надеюсь, что в скором времени это всё исправит эту проблему. И мы с Гугариком выйдем, подышим чистым воздухом и насладимся солнышком. Хотя я каждый день, когда вот тепло, скажем, сегодня Гугарик поспала под одеялкой, Я открыла окно. И у нас дома было чисто. У нас в доме было приятно. Чистый воздух был. Но это не одно и то же. Так что надеемся и ждём. Видите? Это, наверное, даже не ворона. Ну, чёрная. Всех чёрных птиц говорит, что ворона. Короче, чувак наношу. А вот ещё. Ого! Вот и наши гости увидели. В этом доме проблема с плесенью. Смотрите. Вот здесь. Вот здесь. В другой комнате. Вот здесь. Даже окошко. Вот здесь у них тоже были. Я почистила. В другой комнате пока не почистила. Время нехт. Время нехт. Время нехт. Время нехт. Время нехт. Эти тоже буду стирать. Смотрите на эту девочку. Я подметаю. Она ходит и не разрешает. Топчет. Топчет. То, что я собрала. Она топчет. И обратно туда, откуда я это всё подметала. Это всё ты и так делаешь. Смотрите на неё. Ей не нравится, когда полы чистые. Ей надо так, как она это всё устроила. Ну, смотри. Гогаик. И как мне сейчас вот это всё собрать. Гогаик заснула. Я пришла тётя. А позавчера, если не ошибаюсь, когда наши поехали на рыбалку, Суэн привёз шавель, конский шавель. Честно говоря, я не знала, что и велюк, а велюк мы говорим на армянском, а велюк, на русском будет шавель. Потому что я думала, шавель – это тартанжук. Тартанжук – кислая такая трава. Но по листьям они похожи. Оказывается, это тоже разновидность шавеля. Короче. В тот день, когда Суэн привёз этот шавель, тётя почистила от сорняков. Там были сорняки, корни. Я подержала в холодильнике, так как у нас было, что кушать. И вот сегодня, когда тётя пришла, и как раз Гогаик спит, я пью чай. Моет шавель этот велюк очень хорошо, чисто. Потом ставим воду на огонь. Как вода скипятится. Добавляем. И велюк шавель. Потом, походу, уже вам покажу и расскажу. Ищите в интернете по фотографии и узнаете, как называется. Потому что я не знаю и сейчас поискала, что-то не нашла. Это кэнди мандюк. Укроп? Это кэнди мандюк. Это кэнди мандюк. Эту зелень очень любит мой дядя. Я тоже люблю. Угу. 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 А здесь чашка, которую подоела тётя. На возьмем этот чай. Угу. 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 Когда что-то надо быстренько сказать угуу, из мысли улетучивается сутчух в сладкий сутчух, с гринским орехом. Это армянский снегерс. Угу. 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 С-ког, угу. Вода скипела, хочу сказать, что тётя вообще чуть-чуть воды добавила, она сказала, что сама Шари выдаёт воду, поэтому не очень много добавила, хотя если бы я бы сделала, я бы достаточно много воды бы добавила. Короче, вода скипела, она добавила листья щавеля, закрыла крышкой, скипела, где-то сказала 5 минут, да, или меньше? 5 минут скипела, потом она перевернула и опять-таки закрыла тоже на 5 минут, хватит? Что хотела рассказать про этот щавель? Про этот щавель могу сказать, что способ приготовления, конечно же, покажу, но хотела сказать, что люди в основном здесь, в раздании, это мне тётя сказала эту информацию, что они не кушают в свежем виде, они делают косичку, сушат эту зелень. Мы тоже в Арцахе у нас деревни сушили, также косичку делали, сушили и уже убирали на зиму, короче. Но в свежем виде тоже мы кушаем. Тётя почистил сейчас ещё и чеснок, у меня есть уксус домашний, моя старшая тётя сама делает дома. А я с уксусом люблю. Да, я с уксусом куплюсь. Ага. Хорошо. Ну, я буду с уксусом, особенно когда этот уксус, тётин уксус, она сама сделала домашний уксус, яблочный. Вот. А кандемантюк уже сушится. Кандемантюк. Кандемантюк. Чай, кандемантюк увелываться. Ой. Дан. Гухарик здесь радуется, как будто что-то понимает. Доброе утро. 2 часа поспала сегодня. А здесь у нас были рыбки, их уже убрали сейчас она смотрит в этот пустой тазик и вспоминать что было там все эти уже приготовила чеснок раздавил так сказать сколько там зубчиков было где-то 5 зубчиков сейчас с этой стороны но все равно есть люди которые пьют эту воду возможно она тоже полезная и поэтому они пьют но мы не будем пить мы будем кушать этот салат это я забыла сказать что это салат такой с чесноком если была бы у меня мята добавляем еще и мяту но у меня нету мяты поэтому без мятой но есть кинза можем добавить кинзу я для себя добавлю кинзу чеснок и домашний яблочный уксус если очень долго варить то будет очень мягкая будет и неприятно будет неприятно будет кушать пока горячая добавляет сюда чуточку до чеснока чтобы или наоборот к чесноку короче сначала чеснок на дне тарелки потом щавель потом соль и так по очередности сколько получится у нас получится два ряда или не дядя отряд галик сидит здесь и недовольная хоть все трогать сегодня у меня был день стирки сушки как раз я в не очень голодная но для салатика у меня есть ахуржак аппетит особенно когда я думаю про уксус у меня слюнки текут воду никто у нас не пьет поэтому держать не будем все а сверху можете нарезать кинзу или мяту а вот столько чеснока оставляем для того кто захочет побольше чеснока добавить у себя тарелку представляете что здесь еще мята сверху нарезала и кинзу а я сейчас выключаю и будем кушать всем приятного аппетита кто сейчас кушает а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok